В кулуарах слухи о том, что Матвей Гершевич как спикер не устраивает ряд депутатов, ходили давно. Но об открытом объявлении импичмента никто не говорил. Поэтому выступление самого молодого депутата стало громом среди ясного неба. Причиной недоверия, по мнению Баера Циренова, стали публичные выступления спикера 17 февраля на планерке главы о ситуации в БГУ. Ситуация, в которой он делал заявление, в принципе, можно говорить, что она уже подходила к концу, к определенному логическому завершению. Но руководители такого ранга, конечно, не должны подливать масло в огонь. Я считаю, что это является достаточным основанием для того, чтобы поставить вопрос о снятии Матвея Гершевича с должности. В защиту спикера выступил главный бурятский единоросс Владимир Павлов. Он призвал коллег к партийной дисциплине и закрытию вопросов. Опытный депутат Матвей Баданов вспомнил несколько подобных случаев в предыдущие созывы. Тогда спикеры незамедлительно ставили вопрос на голосование и таким образом выясняли степень доверия к себе депутатского корпуса. Надо отдать должное предыдущим председателям. Они проявили мужество. Мне бы хотелось думать, что председатель Хурала текущего созыва также ведет себя мужественно и не пытается воспрепятствовать этому голосованию. Вячеслав Наговицын также вступился за действующего спикера. Вдумайтесь, не просто обсудить его. Надо его немедленно, причем поставить первым вопрос, и сдать бюллетни, и проголосовать. Но так с товарищем не поступает. Наверное, каждый из вас имеет друзей, соратников. Должно быть какое-то элементарное уважение. Даже если менять, такое право у вас есть, никто его не отнимает у вас. Но все равно это должно произойти уважительно. Споры о соблюдении закона длились почти два часа. После наступил час правительственный. Депутаты заслушали информацию об обеспеченности услугами Сбербанка в сельской местности и о тарифах и качестве услуг ТГК-14. После правительственного часа судьбу Матвея Гершевича депутаты обсуждали в малом зале почти два часа. А в большом зале все томились в ожидании. Складывается ощущение, что журналистов в зале больше, чем парламентариев. И вот появляются парламентеры. Вердикт объявляет председатель профильного комитета. Присутствие Матвея Матвеевича произошел, я не скажу, что довольно трудный разговор. И все пришли к консенсусу, что Матвея Матвеевич к апреле месяцу сложит свои полномочия председателя народного хурала. Точку поставил инициатор. Мои коллеги, они готовы выступить, что этот вопрос именно так решится. Я надеюсь, что это именно так и будет. Но в противном случае я оставляю за собой право этот вопрос инициировать. Теперь остается главный вопрос об альтернативе Гершевичу. Сейчас различные группы депутатов уже активно ведут переговоры. Кто станет новым спикером, мы узнаем уже в апреле. Сергей Соголов, Евгений Павлов. Новости дня.